Вы должны быть уверены в том, что я прав, и я ничего незаконного не совершал. Я просто хотел быть прокурором всей страны, прокурором для людей, для государства. С тем, что прокуратура относилась к людям как к людям, а не как к животным. К сожалению, имеем такое правосудие, как имеем. Заседание апелляционной палаты длилось почти семь часов. Судьи решали, какую меру пресечения избрать для Александра Стоиногла. Само заседание проходило в закрытом режиме. Прессу попросили покинуть зал суда. Но как только судьи удалились в совещательную комнату, журналистам всё-таки позволили пообщаться с отстранённым от должности генпрокурором. На вопросах ЧНТВ, знает ли он, кто конкретно стоит за его уголовным преследованием, Александр Стоиногла ответил незамедлительно. За всем этим делом стоят люди, которые в этом заинтересованы. Прежде всего, бенефициары кражи миллиардов. Их интересы сегодня совпадают с интересами действующей политической элиты, политического класса. Вы видели события трёх последних месяцев, когда все политики, которые сегодня находятся у власти, выражали публичное своё мнение о моей отставке. Вы видели, как был принят закон. Любой закон в любой нормальной стране принимается только для того, чтобы улучшить функциональность той или иной структуры. Закон был принят только для того, чтобы привлекать Стоиногла. И именно Стоиногла, не какого-то другого. Дисциплинарная ответственность к уголовной ответственности и эвалуаре. На вопрос, что для него означает идти до конца, Александр Стоиногла ответил – добиваться справедливости. Это просто преступление в отношении меня. Просто преступление. Когда в один день, за один час, Конституционный суд отказывает в рассмотрении моих заявлений, хотя в прошлом году они принимали по этим же позициям, принимали решения, признали их неконституционными. Когда за этот же час президент страны назначает представителя гражданского общества Совет прокуроров. Когда в этот же час созывается Совет прокуроров. Когда в этот же час приходят на заседание Совета прокуроров люди, которые никогда не участвовали в заседании. И парламентский адвокат, и исполняющий обязанности Совета магистратуры. Это превратилось просто в базар. Этому пообещали это. Этому пригрозили тем. Тому сказали то. Вот такие реалии. По словам Александра Стояногла, на должности генерального прокурора он поставил перед собой главную цель. Очистить прокуратуру от криминальных финансовых потоков, которые до него в структуре исчислялись миллионами. И по его словам, ему удалось за короткий срок искоренить это явление. Стояногла также подчеркнул, что прокуратура должна служить закону, работать для людей, для страны. И он остаётся на этой позиции. Ольга Дзятковская, Виктор Могылдя, Акчен ТВ.